Добрый вечер, дамы и господа! Как у вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно, ваша вселенная? Сегодня мы с вами беседуем о привычках, здоровых привычках, хороших привычках, продуктивных, эффективных и так далее, результативных привычках, которые мы можем получить в нашей жизни. Начнем с первой, которая мне очень хорошо помогает, это холодный душ. Принятие холодного душа реально всегда помогает, всегда. Да, то есть это прям очень хорошая тема, если вы принимаете холодный душ, либо же контрастный душ, завершая холодным на протяжении 2-5 минут, то это прям очень поможет. Можно принимать холодный душ, можно принимать холодную ванну. Я конкретно принимаю холодную ванну по той причине, что я не пользуюсь вот этой, так скажем, леечкой от душа, то есть я под струю, так скажем, лезу и нормально, все сразу хорошо становится. Он, так скажем, делает тебя заряженным, делает тебя позитивным, делает тебя каким-то искренним, что ли, можно так описать. То есть у тебя сразу все так отрезляется, да, вот так можно описать, отрезляется в хорошем смысле этого слова, что ты становишься осознанным в этой жизни. Это вот это первое. И плюс также кожа, это для кожи это полезно, плюс также он сжигает бурый жир, холодный душ, плюс также просто хорош для вашего здоровья. По крайней мере, об этом многое пишут. Далее, вторая привычка, которую я соблюдаю, кстати, насчет холодного душа. Холодный душ я принимаю с октября 2019 года, с 12 октября 2019 года, прям ежедневно. Там были парочку перерывов, таких мимолетных, когда у меня была сухом небольшая травла в 2021 году, а так прям ежедневно. Every day from this date. Далее, у нас по привычкам, хорошая привычка это заниматься спортом, как минимум, хорошая привычка именно, чтобы все мышцы работали. То есть размяться, сделать какую-то зарядку. Я предпочитаю танцы на самом деле. Танцы очень хорошо помогают гимнастически размяться. То есть необходимо, чтобы все мышцы могли работать на полную амплитуду. То есть они должны максимально продвигаться, чтобы ты мог широко, так скажем, жестикулировать, чтобы ты мог широко как-либо двигаться. Чтобы у тебя при любом движении было все хорошо. То есть как своеобразная ловкость, чтобы у вас прокачивалось. Далее, еще одна привычка это изучать каждый день что-либо новое. Что-либо новое с точки зрения того, что принесет вам пользу. То есть либо игра на укулеле, либо же пантомима игры на укулеле, либо же игра на фортепиано, на виолончели, либо же на скрипке, либо же на других музыкальных инструментах и так далее. Либо же какую-то новую роль попробовать отыграть, если вы актер и так далее. То есть это изучение чего-то нового, совершенно нового, что вы никогда еще не пробовали, либо же что вы пробовали, но не так уж прям достаточно. Соответственно, что-то новое, что вы давно не пробовали. Это тоже хорошая привычка. Я помню в 2017 году ее выписывал у себя на магнитно-маркерной доске. Минуточку, сейчас пробежим аккуратненько сейчас. На магнитно-маркерной доске я ее выписывал у себя в общежитии, пока я жил в общежитии. Соответственно, этому фолловился, то есть следовал вот этой вот привычке. Взял я ее конкретно из книги Робина Шармы. То есть Робина Шармы я читал. Хороший писатель, гуманист. Прям рекомендую тоже к прочтению. Кстати, насчет чтения. Чтение тоже хорошая привычка. Вот могу порекомендовать. Что лучше даже чтение. Хотя чтение тоже важно. Важна какая-то регулярность в прочтении книг. Необходимо это введение дневника. Потому что, по сути, чтение книг нам помогает, так скажем, накапливать некоторый запас визуально корректных, визуально грамотных предложений, которые имеются. Это вот чем чтение хорошо. Если вы не будете читать, допустим, 3-4 месяца, то это, в принципе, нормально. Это ничего страшного. Но намного лучше, когда у вас есть запас. Сейчас минутку здесь приближим, потому что здесь достаточно такой райончик интересный. Очень хорошо, когда у вас есть запас некоторых визуальных образов, как грамотно строится предложение. Если вы занимались когда-либо писательством и долгое время самостоятельно что-либо писали, не читая другие произведения, то вы наверняка поймете, о чем я говорю. Когда вы начинаете себя считать за эталон и начинаете, так скажем, думать, что грамматически корректно это именно у вас, а там все остальное некорректно. То есть это уже такая переоценка своих возможностей. Иногда это ведет с... Иногда хорошо, иногда тут под вопросом становится. То есть читать необходимо, читать грамотно написанную литературу на том языке, на котором вы хотите формулировать свои мысли. То есть если вы хотите формулировать на английском, то читайте английскую. Если на русском, то русскую. Если на турецком, то турецкую литературу. Окей. Так, чтение мы сказали, спорт сказали. На самом деле вот из полезных именно холодный душ, спорт, плюс узнавание чего-либо нового. Это основное. Плюс также еще рекомендую, по крайней мере мне помогает это дыхательное упражнение. То есть четыре таких основных привычки прям очень хороши. Это вот дыхательное упражнение поделать. Дыхательное упражнение есть на моем канале про то, как прокачать мышцы диафрагмы. Примерно 15 минут в день, 10-15, чувствовать себя будете очень хорошо. То есть все, по сути, полезные привычки, они складываются на то, чтобы все ваши мышцы, все ваши различные запасы, все, что у вас есть в организме, вы просто это поддерживали в хорошем состоянии. Это вот что как раз таки вкладывается в полезные привычки, в понятие полезных привычек. Это чтобы при выполнении определенной деятельности вы всегда были готовы показать себя на хороший, а то и прям супер-мега-хороший результат. Собственно, спасибо большое за просмотр. Желаю вам успехов и доброй ночи вам. Наверняка вы смотрите уже вечерочком, потому что я буду загружать этот вечером. Желаю вам всего наилучшего и до новых встреч. Всем пока, развивайтесь, все у вас получится. Всем пока-пока, бай.